Это все уформано. В процессе гнить будет сам кузов. Премиум идет самый облегченный материал. Настольный фонарик за 100 тысяч. Премиум идет самый облегченный материал. У Dreamcar идет толщий алюминий, у SGS лучше клей. Здесь клей герметики идет. Их там 6 видов. У меня есть премиум, SGS, Dreamcar, Comfort Mat. Это СП-шка фирма? Нет, это именно по фирме. И у каждой фирмы есть свои, так скажем, идет линейки. Dark, Gold, Silver. В этом выпуске мы с вами будем клеить виброизоляцию. Заставили виброизоляцию. Чуть-чуть. Потихонечку будем клеить, смотреть, сколько еще нужно закупать. И будем с опытом все понимать. А что, тебе, грубо говоря, на пол потолка еще надо пачку и 5 листок. Все. Да? На потолок и на стены, смотри. Мы разобрали все. Сейчас будем заниматься виброизоляцией верхних частей. Конечно, внизу еще нужно почистить все это дело. Отодрать тоже, скорее всего. И давайте сразу по косякам пробегусь. Здесь дверь была приварена. Там внизу щели. Надо будет ремонтировать как-то потом. Так, тут вот такой ржавый замок, но замок сам работает, все нормально. Здесь вот такая царская дыра. Скорее всего, весь этот кусок надо будет отпиливать и новую приваривать. Здесь такая же тема. Здесь весь отогнутый элемент. Здесь был удар. Это даже не отогнутый элемент, а порванный, я так понимаю. И там запенились. Скорее всего, пену надо будет убрать, чтобы вода уходила. Там было много земли. И сейчас там вода, потому что мы вчера машину помыли, как вы уже видели. Здесь есть отверстие от кондера, который тут был, потому что это был холодильник. Тоже надо будет все заделать. И вроде как, ну кроме всяких ржавых моментов, вроде как все нормально. Порван провод. Ну его легко можно будет починить и будут фары подсвечены. Ну, это все порвано, сломато. Ну, я думаю, что это не критично. Это можно будет все заменить. Погнали делать виброизоляцию. Будем делать виброизоляцию там, где точно не будет окон. А насчет остальных элементов, где будут окна и вентиляция, будем уже потом в процессе думать, пока оставлять там места. Потому что это можно будет уже и потом сделать. После того, как окна поставили, перед тем, как сделать шумоизоляцию. У нас есть помножник. Или мешатор. Перед тем, как заклеить, мы будем обезжиривать эту область, потом вырезать по размеру и уже клеить. Так будет гораздо надежнее. Хотя нам человек сказал, что, в принципе, можно просто обработать водой. И на этом достаточно. А мы, на всякий случай, все-таки обезжирим. Очень важно не клеить большими листами, потому что наклеить его нужно очень тщательно, разгладить все пузырьки и ни в коем случае не оставить в нем воздух под ним. Давай, первый лист попробуем на два. Хотя первый лист можно было бы попробовать на четыре. Давай на два. Это не теплоизоляция. Тут можно оставлять щели, и это нормально. Самое важное, не оставить полости, пузырьки, потому что под ними будет скапливаться конденсат, и что впоследствии просто будет образовывать вот такую вот ерунду. Нормально. Если вы работаете с виброизоляцией на улице уже ниже 10 градусов, то обязательно поверхность металла и саму вибру нужно нагреть феном. У нас сейчас здесь плюс 17, поэтому мы и торопимся максимально здесь проклеить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важно тщательно просматривать, и если остались где-то пузырьки, прям не бояться ножичком его протыкать, раскатывать дальше. Если останется какой-то пузырек, то там может скапливаться жидкость, конденсат, который по-любому будет образовываться, и под виброизоляцией кузов начнет просто гнить. Этих моментов нам допускать ни в коем случае нельзя. В первую очередь шумы и виброизоляция дают нам возможность избавиться от эффекта барабана. Давай я постучу снаружи. Давай снаружи. Слышно, да? Поэтому нам не нужно стремиться заклеить прям полностью-полностью все пространства. Важно сделать это качественно. С феном нужно тоже аккуратно играться, потому что им можно вообще испортить краску или даже нарушить структуру металла, потому что технический фен, он очень мощный. Давай. Вы решили на всякий случай все-таки прогреть феном. Уже после приклеивания первых листов мы поняли, что лучше нагреть и металл кузова, и сам лист виброизоляции, потому что материал становится пластичней, и работать с ним гораздо проще. Поэтому хоть и было на улице 17 градусов, при которых можно работать с виброизоляцией без нагрева, но мы все равно ее подогревали. Здесь нам важно выгнать весь воздух, разгладить все пузырьки. И сначала я от центра все разведу, а потом будем уже более плотными движениями прокатывать. Если пузырьки образуются, то мы их будем прокалывать ножичком и выпускать. Некоторые люди обклеивают ребра жесткости, но здесь важно знать физику. На ребрах металл более жесткий, и он не звенит так, как здесь. Можно даже слышать. Поэтому нам не нужно их изолировать. Если же изолировать, например, эти ребра, то здесь невозможно качественно выгнать воздух. Соответственно, будет скапливаться влага под пузырьками, и в процессе гнить будет сам кузов. Поэтому делать этого не нужно. Не забывайте, что это не теплоизоляция. И нам не нужно в стыке наклеивать внахлест и так далее. Один такой листик весит примерно килограмм. Соответственно, представляете, как будет увеличиваться вес кузова. А нам совсем это не нужно. Нам нужно как можно меньше и как можно легче выбирать материалы. На стены мы использовали виброизоляцию, которая называется Dream Car. Мы взяли двухмиллиметровую. На пол мы будем стелить потолще. Скорее всего, 3-4 миллиметра. Также не нужно забывать, что это у нас автодом. Здесь у нас не будет каких-то мощных сабвуферов и так далее. Толстая изоляция нам не нужна. И также нужно учитывать, какую изоляцию вы покупаете. То есть, например, на войлочной основе нам здесь не подойдет, потому что она будет впитывать влагу. Да нам это здесь и не нужно. И ни в коем случае не нужно экономить на покупке инструментов. Этот валик стоит 200 рублей, но кто-то умудряется купить пластиковые. Нам важно качественно выгонять пузырьки, поэтому не экономьте. Перерыв между строительством. Да, нам тут не дают умереть с голоду. Кормят. Ну и, конечно, переесть тут тоже сложно. Со всеми надо делиться. Уходи. Зачем греешь? Короче, уже вечер, стало немножко холоднее, и она очень трудно начала приглаживаться. Поэтому рекомендуется либо это делать, ну, я не знаю, градусов 25, я думаю, идеально было бы для работы. Но хотя бы вот с утра было 17, было нормально, 17-20 градусов было. И сейчас из-за того, что она плохо приглаживается, я ее грею. Некоторые сначала греют черную сторону, потом приклеивают, но я вот сначала приклеил, и теперь вот так прогреваю и проглаживаю. И прям вообще круто получается. А вообще от 10 градусов уже нужно греть и кузов, и, точнее, если ниже 10 градусов, да, то уже нужно греть и кузов. Покажи как. Короче, если холодно, то ищите гараж и там клейте, иначе вы заколебетесь. Либо печку ставьте мощную, чтобы все прогревалось, и оно прям немножко резина вот это нагревалось. Тогда все будет классно. На улице стемнело. А у нас вот такие технологии. И у меня там настольный фонарик за 100 тысяч. В общем, надо добить сегодня. Осталось немного. Виброизоляцию на пол мы клеили спустя месяц уже в Казани. Поэтому заглянем в будущее. Ну что, мы приступили к приклеиванию вибры на пол. Наконец-то наш пол высох. О том, как мы избавлялись от ржавчины на полу, смотри в следующих выпусках. Что вы делаете? Наконец-то мы можем клеить вибру. Собственно, этим мы занимаемся. Скоро у нас будет теплый пол. Ну, в смысле, утепленный. Теплый пол. Утепленный. Кстати, нужно обязательно клеить вибру, потому что даже если на улице тепло, то в любом случае с феном она приклеивается намного приятнее. А ты имеешь в виду, нужно с феном греть? Да. Напиши в комментариях, какой виброизоляцией пользовался ты и что мы еще упустили в этом ролике. Подписывайтесь на наш канал, находите нас во всех соцсетях по ссылкам в описании и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok